переходим к следующей работе вот перед вами два варианта рекламного объявления давайте посмотрим что написал нам автор распродажа в брендовом магазине к сожалению не написано в каком брендовом магазине обычно в типичной рекламе распродаж счастливые люди уже с покупками какими-то пакетами если это шубы то сразу в шубе в общем скучно не цепляет главная моя идея была что за товар придется побороться цены маленькие быстро все разберут то есть на всех может и не хватить и можно это использовать как слоган поэтому я решил изобразить борьбу за последнюю вещь идея ясна давайте еще раз посмотрим на результат также автор нам указывает что в данной работе использовались такие методы как визуализация стереотипа и проекция графических объектов в сюжетную реальность все понятно все оправдано единственное мне непонятно где здесь карта мышления почему автор настолько сам уверен что он пренебрегает таким важным этапом в работе но наверное автор сразу имел перед собой готовую креативную идею поэтому ему не понадобилась карта мышления ну что ж такое тоже бывает на сказать что идея борьбы и соревнования тоже довольно не новая часто используются подобные сцены тоже я видел неоднократно сейчас просто жалко времени чтобы поискать похожие объявления но таких объявлений я видел достаточно тем не менее креативное решение неплохое во всяком случае она работает не хватает здесь конкретики конкретной текстовой информации в какой торговой сети проводится это мероприятие в какие числа где и так далее по поводу цветового решения типографики я мало что могу сказать данная реклама имиджевая выигрывает исключительно за счет использования рекламного образом поскольку автор указал что макеты сырые воспринимать их только как скетчи то я их воспринимаю в качестве таковых поэтому не буду долго на них заострять внимание в качестве скетчи такая работа меня вполне устраивает пойдем дальше следующая работа представляет нам рекламу компания альдорадо новогодние скидки распродажи карта мышления давайте сразу обратимся непосредственно к работам потом вернемся карте мышления к словесному описанию автор представил целых три работ это весьма похвально но я просил делать не более одной работы потому что я просто физически не успеваю разобрать такое количество работ ну да ладно вот такие три объявления получились давайте почитаем что же здесь имелось в виду и так что мы видим в карте мышления я с трудом могу прочитать что здесь написано но но выделенных фрагментах я вижу слова эпатаж толпа люди давка так что здесь нам сказано между первым этапом распродаж есть промежуточная стадия не изображенные в карте эта связка скидки толпа жаташ караул суета бежать спасаться незавидное положение забрали все отсюда идет гротеск и эпатаж а но я здесь вижу более конкретные пояснения под каждым объявлением давайте начнем с первого здесь используются такие приемы как гиперболизация и шокирование по мнению автора скидки цены снижаются падают снег падает человек упал люди бегут человека затоптали человек упал узнав о скидках или о размерах скидки отпад во-первых у меня вопрос что является доминантой рекламного сообщения рекламный образ или типографика если вы скажете что рекламный образ то я скажу что такая громоздкая и авангардная типографика перетягивать на себя все одеяло и обессиливает рекламный образ он становится абсолютно беспомощным а если вы мне скажете что здесь главным является типографика посмотрите какие яркие контрастные буквы и ежели это так то в таком случае данный рекламный образ здесь совершенно не нужен давайте все же попробуем проследить связь между текстом и рекламным образом я так понимаю что здесь визуализирован отпад да кто-то там отпал и вот это слово отпад насколько оно контрастно и заметно по сравнению с остальным текстом оно практически не видно а в первую очередь нам в глаза бросаются слова радуйтесь у нас радуйтесь у нас какое имеет отношение вот эта радость и у нас к лежащему человеку остается загадкой точке зрения и типографики и здесь полная неразбериха посмотрите сколько различных начертаний и размеров шрифта здесь используется в каждом уроке я говорю о нежелательности такого обилия размеров кеглей цветов и тонов и тем не менее автор пренебрегает этим советом возможно это сделано намеренно и такое обилие автор использует в качестве авангардного приема он делает такого рода циркизацию для того чтобы например процитировать авангардные объявления начала двадцатого века вспомним рекламные плакаты Родченко, Лисицкого, того же Майковского возможно автор намеренно использует это в качестве приема но надо сказать что перечисленные мной авторы и многие другие родоначальники русского авангарда использовали свою типографику именно в качестве художественного приема с той поры рекламное искусство и частности типографика претерпели существенные изменения поэтому в современной рекламе к типографике предъявляются совсем другие требования среди которых нежелательность излишней пестроты и разнообразия теперь посмотрим на второй плакат что здесь написано сравнение типов скидок и сопоставление преимущества скидок у этой компании на основе жестов руки относительная метафора буквы слов хорошие честные большие не несут важной смысловой нагрузки они как дополнение поэтому сделаны полупрозрачными чтобы не выделять их креативный прием понятен и можно было бы использовать его довольно толково но к сожалению автор решил погнаться за двумя зайцами он хочет в равной мере использовать креативный рекламный образ и оригинальную типографику в результате оба этих компонента образы и типографика мешают друг другу отвлекают внимание друг на друга и обессиливают друг друга здесь так же как в предыдущем объявлении необходимо было определиться какое это будет объявление типографическое или имиджевое с точки зрения композиции данное объявление тоже заставляет желать лучшего если вы прищурите глаза да я все время вас учу прищуривать глаза то мы увидим только верхнюю половину объявления на наиболее контрастно а нижняя половина просто исчезает автор объясняет этот тем что буква эти слов не несут важной смысловой нагрузки если они действительно столь маловажны то не надо было их делать такими большими снова полная неразбериха с размерами шрифтов посмотрите сколько здесь размеров раз это два три четыре пять и по-моему это другой размер шесть до шесть размеров я уже не говорю о размере логотипа который тоже воспринимается в качестве типографического элемента который надо было взять в расчет вот получается у нас 7 типографических элементов различного размера оправдана ли это конечно нет жаль что автор не воспользовался композиционными схемами о которых я рассказывал в первом уроке я думаю что это помогло бы определиться с уравновешиванием композиции с расставлением необходимых акцентов перейдем к третьему объявлению здесь написано следующее абсурдизация вещи которые не могут быть разделены на две половины и цена которая может быть половину меньше гипербола контраст показ преимущество приобретения товара со скидкой снова кламный образ и типографика взаимо исключают они выполняют практически одну и ту же работу и соперничают друг с другом посмотрите на типографику в котором заложено разумное зерно довольно умная типографическая игра пол вещи такого рода игра вполне могла бы иметь место но понимаете все что происходит здесь все что пытается нам автор сказать с помощью вот такого рода игры уже сказано здесь в дизайне рекламы не нужно дублировать одно и то же сообщение несколько раз в различных вариантах все что мы видим здесь это по сути дела дублирование того что происходит здесь здесь также как в предыдущих вариантах надо было определиться что является главным рекламный образ то есть изображение или типографика но и все замечания которые уже говорил по поводу предыдущих двух вариантов в полной мере относятся к данному третьему объявлению поэтому я не буду дольше задерживаться на этом объявлении а буду двигаться дальше следующее объявление посвящено скидкам в сети ювелирных магазинов тут он хамон в ходе работы с картой мышления приходит мысль сделать египетскую пирамиду в виде новогодней елки так привычной россиянам и не сочетающейся с песком зноем и египтом данный креативный метод объединение объектов или их качество одно графическое изображение привлечет внимание потребителей подкрепление ко всему главная фраза гласит тот он хамон празднуем новый год скидки на все на пирамиды тоже так давайте посмотрим о чем идет речь о вот оно это объявление видите пирамида представлена в виде новогодней елки так давайте еще раз почитаем в подкреплении ко всему главная фраза гласит тот он хамон празднует новый год скидки на все на пирамиды тоже ну и соответственно пирамида елка грандиозная постройка египтян к новому году и мы видим карту мышления где с центре и обозначена главная идея то бишь новогодние скидки в ювелирном магазине тут он хамон и обозначены наиболее существенные мысли вернемся к объявлению ну что ж созданный рекламный образ очень интересный контрастный привлекательный запоминаемый оригинальный я бы сказал поэтому по первому пункту оценки объявления я ставлю большой и жирный плюс плане композиции я бы здесь делал некоторые изменения во первых два текстовых элемента практически равны по размеру и соперничать друг с другом за внимание необходимо было акцентировать наиболее важный как я понимаю наиболее важным здесь является заголовок поэтому нужно было его сделать более крупным и более контрастным данную пояснительную информацию поскольку речь идет о рекламном объявлении а не о наружной рекламе можно было бы уменьшить раза два с половиной поместить где-нибудь вот здесь например или здесь но это нужно было посмотреть чтобы лучше смотрелось кроме этого я попробовал сделать бы заголовок более контрастным можно было бы его немного высветлить на фоне или затемнить отрезок неба но еще чисто с визуальной точки зрения мне кажется было бы лучше если бы центр тяжести композиции был смещен чуть-чуть пониже то есть стоило бы опустить линию горизонта так чтобы пирамиды заканчивались где-нибудь вот здесь таким образом увеличив отрезок неба и и создав вокруг заголовка больше свободного пространства но во всем остальном дизайнер справился с заданием вполне успешно следующее рекламное объявление другого дизайнера на ту же самую тему интересно они сговорились что ли тоже сеть ювелирных салонов тут он хамон давайте посмотрим что здесь написано основной визуальный эффект привлекающий внимание стилизация изображения и всей композиции в том числе и по цветовому решению по образу египетских фресок исходя из карты мышления основной креативный метод объединения объектов и качество одно графическое изображение вот что здесь написано и составлена вот такая карта мышления в которой мы видим намеченные связи между образом елки и пирамидой и так же я не очень понимаю что здесь написано между украшениями и вертикальной пирамидой что ли но во всяком случае между пирамидой и украшениями вот посмотрите что получилось то есть на мой взгляд довольно неплохо с точки зрения креативной идеи все довольно неплохо единственное что на мой взгляд работе не хватает определенной выразительности и контраста заголовок надо было бы сделать более контрастным на общем фоне потому как сейчас он воспринимается как один из многочисленных равнозначных элементов но это ведь не так и поэтому к нему нужно было привлечь большее внимание это можно было бы сделать за счет цвета например окрасив буквы в белый цвет белый смотрелся бы довольно органично и с другой стороны контрастно на этом коричневатом фоне такое же пожелание и к верхнему элементу вот эта шапка сети ювелирных салонов туттанхамон во-первых не должна соперничать по размеру с заголовком поэтому я бы ее уменьшил по сравнению с заголовком а во-вторых стоило бы затемнить фон под логотипом тогда бы логотип смотрелся более осязаемо и более контрастно ну а в остальном работа очень даже неплохая давайте пойдем дальше движемся дальше и переходим к орловскому филиалу так вот перед вами первое объявление этой группы довольно интересное давайте посмотрим на карту мышления что мы здесь видим ага новогодние скидки бытовая техника часы Дед Мороз дешево много что нам пишут скидки означают что товара можно купить больше так как он дешевле часы это один из символов нового года Дед Мороз якобы воспользовался новогодним приложением и теперь у него несколько часов и он не опоздает на елку ну что же здесь создан довольно яркий рекламный образ благодаря которому возникает необходимая коммуникация единственное что этот образ сильно проигрывает потому что руки здесь изображенные это конечно не руки Деда Мороза а руки довольно молодые совсем не старческие это руки молодого человека а не старика так что стоило бы еще надо этим образом поработать и поискать более подходящие руки ну а в остальном я бы оценил эту работу очень даже положительно неплохая работа движемся дальше вот перед нами следующее рекламное объявление давайте посмотрим на карту мышления вот что нам пишут елочный шар и бомба похоже по форме елочный шар это ассоциация с новым годом бомба это взрыв супер эмоция супер новость горящий фитиль торчащий из елочного шара это супер новость актуальная под новый год пояснение взрывные скидки большие и короткие по времени как взрыв и в карте мышления я вижу что дизайнер опробовал здесь много разных идей много ассоциаций в конце концов пришел к образу взрывающейся бомбы ну что ж его право давайте посмотрим как он справился с этой задачей ну что ж на мой взгляд такое рекламное сообщение вполне удачно рекламный образ рекламный образ срабатывает все используемые элементы вполне оправданы закономерны ярлычок прицепленный к елочному шару бомби тоже выполняет хорошую роль единственное что я бы усилил контраст по размеру чтобы вот эти два элемента заголовок и ярлык с надписью только до 31 декабря не соперничали между собой нужно сразу расставить приоритеты взрывные скидки в сети магазинов звездные на мой взгляд более важная информация поэтому нужно ее больше акцентировать отставить более крупной а вот этот ярлычок можно было немного уменьшить во всем остальном у меня здесь будет мало замечаний потому как цветовая гамма и обилие теплых красноватых цветов здесь вполне закономерно визуальный центр контактирует со смысловым центром и это правильно используется один единственный но достаточно точный и сильный рекламный образ много свободного пространства акцентированный и креативный заголовок поэтому с моей точки зрения работа выполнена вполне удачно поэтому мы не будем задерживаться и пойдем дальше